Уважаемые дамы и господа, с этого дня начинается ваша официальная дипломатическая деятельность в Российской Федерации. Я искренне желаю вам успехов в этом, желаю развития добрых отношений между нашими странами, между нашими народами. 2010 год завершает первое десятилетие 21 века, с приходом которого все мы связывали многие позитивные ожидания. Для России это был сложный период, период серьезных испытаний. Наши главные усилия были направлены на укрепление демократических основ нашего государства, на создание современной высокотехнологичной экономики, на последовательный рост уровня жизни населения страны. Во внешней политике мы стремились обеспечить необходимые условия для того, чтобы вместе работать, для того, чтобы создать новую конструкцию для работы. И вместо конфронтационной политики, архаичных геополитических раскладов формировать новый совместный подход, позволяющий эффективно бороться с такими масштабными глобальными вызовами, как терроризм, дефицит продовольствия, изменение климата, создавать справедливый, сбалансированный и стабильный миропорядок. Сегодня можно констатировать, что современное мировое сообщество действует все более солидарно и ответственно в решении актуальных проблем международной повестки дня. Взять хотя бы проблему финансового кризиса, с которым мы все сегодня боремся. На принципиально новый уровень выходит взаимодействие стран в достижении стратегических целей развития, в обеспечении экономического роста и технологической модернизации. Важнейшей задачей остается реформирование механизмов, которые обеспечивают глобальную региональную безопасность. Все большей поддержкой, и мне это отрадно создавать, пользуется и ряд наших идей, в том числе российская инициатива о выработке нового юридически обязывающего договора о европейской безопасности. Его заключение могло бы стать хорошим примером и для других регионов мира. Россия настроена последовательно содействовать осуществлению позитивного поворота в международных делах, расширять взаимовыгодное партнерство как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Уважаемые дамы и господа, на протяжении многих десятилетий отношения дружбы связывают нашу страну и Республику Замбию, одного из авторитетных африканских государств. Мы намерены развивать политический и экономический диалог, открывать новые сферы для совместной взаимовыгодной работы. Прочные традиции добрососедства сложились между Россией и Австрийской Республикой. В их основе взаимные симпатии наших народов, безусловное уважение австрийского нейтралитета, признание весомой роли Австрии в Европе и в мире. Наши связи практически по всем направлениям отличаются позитивной динамикой. Мы выступаем за их дальнейшее наращивание, в том числе в инвестиционной и в гуманитарной областях. Мы высоко ценим дружественные отношения с султанатом Аман на повестке дня расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества по вопросам региональной безопасности, включая совместную борьбу с морским пиратством. Мы нацелены на активизацию всесторонних контактов с Иорданским Хашемитским королевством. Играющим важную роль в достижении прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. Рассчитываем, что предстоящий в марте этого года визит в Россию короля Иордания Абдаллы II придаст существенный импульс развитию всего комплекса отношений между нашими странами. Многовековая дружба и взаимное доверие связывают народы России и Армении. Сегодня мы последовательно укрепляем союзнические отношения. Год от года наши союзнические связи становятся все более насыщенными, охватывают новые перспективные направления, включая реализацию крупных совместных проектов. Считаем приоритетным продолжать работу в рамках интеграционных объединений, на пространстве Содружества независимых государств и, конечно, предметное взаимодействие на международной арене. При этом Россия готова и дальше помогать позитивному продвижению переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому регулированию. Уверен, что это полностью отвечает интересам сохранения мира на Кавказе. Мы выступаем за расширение контактов с Королевством Тонго, налаживание совместной работы по вопросам укрепления стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большое значение придаем развитию российско-малавийских связей, прежде всего в торгово-экономической сфере, и считаем, что здесь имеются хорошие перспективы и дополнительные резервы. С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в углублении сотрудничества с Королевством Лесота, настроенной на придание этим отношениям более диверсифицированного характера в целях реализации современных и перспективных проектов. Мы заинтересованы в укреплении многоплановых отношений с Монако, связываемое их будущее с расширением деловых контактов, а также гуманитарных и культурных обменов. Приветствуем настрой руководства Республики Нигер на активизацию двусторонних связей, считаем важным результативно и предметно использовать во взаимных интересах имеющиеся ресурсы сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Готовы к развитию взаимодействия с Республикой Островов Фиджи в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, хорошие перспективы открываются сегодня и в таких областях сотрудничества, как рыболовство и туризм. В заключение я хотел бы еще раз поздравить вас с началом официальной части вашей миссии в нашей стране, рассчитывая на то, что ваш профессиональный личный опыт позволит поднять двусторонние отношения между нашими странами на новый уровень, а в целом будут способствовать развитию международного партнерства и укреплению мира на нашей планете. Я желаю вам успехов и всего самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok